Светлой лицей в коронакризис. Хотим в Россию. Только в Россию. Статья на Конте за 30 марта 2020 года. Блондинка-блондинка. Совсем недавно вся оппашиза нас уверяла, что в России при преступном путинском режиме мы скоро все умрем, поэтому пора валить на благословенный Запад, где текут молочные реки, окруженные кисельными берегами, а выстроенная политическая система работает без сбоев, как швейцарские часы. А еще лучше поскакать с кастрюли на голове на Красной площади, чтобы в Кремль внести оппозиционного лидера, который под аплодисменты Запада вернет Россию на правильные рельсы святых 90-х, которые ведут российский паровоз в пропасть. Иностранный агент Беллевада кормил всех протухшей морковкой, завернутой в цифры своего опроса, которые показывали, что если к понедельнику мы госпереворот не проведем, то скоро в России практически никого, кроме пенсионеров и ватников, не останется, ибо наша светлоликая молодежь в массовом порядке свалит в западные кущи, где и будут жить красиво, на зависть ватникам из Мордора. Запах протухшей Беллевадской морковки еще не успел выветриться, как вдруг весь мир атаковал коронавирус, который ускорил наступление мирового кризиса и из красивой западной витрины вмиг облезла вся позолота. Западные ценности, которые на словах декларировали все западные лидеры, при проверке системы на вшивость оказались очередной сказкой, с помощью которой можно было лишь заражать народные массы разных независимых государств мечтой о красивой жизни, чтобы они собственными руками устроили в своих странах госпереворот, а далее к ним всегда приходят белые господа и делают с туземцами то, что с ними делали на протяжении столетий, грабят под бла-бла-бла о демократии, свободе, честных выборах, сменяемости власти и так далее. Западная солидарность внутри самого Запада на деле обернулась тем же грабежом. В США грабили больше всех пострадавших от коронавируса Италию на 500 тысяч тестов, а Чехия на маске, который в виде гуманитарной помощи прислал Апеннинскому полуострову Китай. На помощь бедной Италии пришли сплошь тоталитарные режимы – Россия, Китай и Куба. Западное единство разбилось об наклухо закрытой границе. При первом же шухере построенные западными странами системы пошли трещинами, а далее пошли в разнос. В первую очередь система здравоохранения, по которой ударила пандемия. Для врачей не нашлось надежной защиты, и поэтому они сами в массовом порядке заболевают коронавирусом. Скриншот. Дожили врачи в мусорных пакетах вместо средств защиты. В путинской рашке все так разворовано, все вплоть до масок. Это в США госпиталь Маунт-Синай в Нью-Йорке. Ничего страшного, бывает, кризис резко наступил, не успели обеспечить. У них уже год так. В бан вата. Для больных не нашлось достаточного количества коек в больницах, поэтому они лежат в коридорах на полу. В должной мере не нашлось аппаратов ИВЛ, поэтому врачи теперь решают, кому из больных жить, а кому пришла пора умереть. В США 17-летнему подростку, который не имел медицинской страховки, просто отказали в медицинской помощи, и он умер от коронавируса. Дональд Трамп дал прогноз смертности от COVID-19 в США. При благоприятном развитии событий от коронавируса в штатах умрут 200 тысяч человек, при неблагоприятном 2 миллиона. Америка вновь стала великой мистер-мага. И скриншот. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Теперь мы знаем цену всем западным рейтингам. В магазинах США и Британии вмиг исчезли продукты, и их стало не отличить от советских магазинов эпохи перестройки. В Британии уже пошли разговоры, что необходимо вводить нормированную систему выдачи продуктов, то есть продуктовые карточки. Дается скриншот. Как тебе такое, Илон Маск? Настоящие, а не сказочные западные реалии, больше не находят у светлолейких, уже сваливших на благословенный Запад, ответ, похожий на заезженную пластинку местной оппашизы. Это другое понимать надо, так как они сами, стряхнув пыль с российского паспорта, слезно просят у нашего МИДа забрать их назад, в нецивилизованный мордор, о чем рассказала Мария Захарова. А вот ее рассказ. Дается скриншот. Ну попробуем прочитать. Итак, сообщение Марии Захаровой. Каких только звонков, писем, сообщений я за эти дни не получала. Со всего мира. И колл-центр, сообщение которого мы вручную разбираем в ДИПе, помогая коллегам и звонки от совершенно неизвестных людей из Филиппин, у которых кроме документов и телефонов нет ничего. И крики матери, что ее дочь в Праге одна. Регионы, уполномоченные, туристы, депутаты, домохозяйки, дальнобойщики. Но об одном звонке хочу рассказать отдельно. Вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченный. Даже богатый. Очень богатый. Настолько, что... Далее разговор. Мы хотим отправить в Лондон частный самолет за нашим мальчиком. Он там давно живет. А что случилось? Как что? Тут коллапс. Не может быть. Это же оплот цивилизации. Лучше, наверное, в нем остаться. Какая цивилизация в Англии? Нам обнулили медицинские страховки. Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию. Только в Россию. Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х. Так еще во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес. Вам сейчас указали на дверь. Жестко и не эмоционально, со словами ничего личного, просто бизнес. А теперь, теперь очереди в мировых аэропортах и крики. Мы граждане России? Разве? Мы по закону граждане, сдувая пыль с российских паспортов, объясняют они. Тогда будьте добры начать с основ уважения к стране и ее народу. Эпидемия коронавируса показала, кто что в нашем мире из себя представляет. Россия – это крепость, которую штормом не взять, ни западным агрессорам, ни мировому кризису, ни эпидемии коронавируса. А длительную осаду в виде санкционной войны мы уже выдержали. Поэтому к моменту наступления мирового кризиса Россия подошла самой подготовленной. Запад – это манячая блеском мишура, которая вмиг облетает, столкнувшись с кризисом. И поэтому уже свалитики теперь просят наш МИД вернуть их домой, только в Россию, только в Россию. В заключение хочу обратиться к нашим оппозиционерам словами Марии Захаровой. Будьте добры начать с основ уважения к стране и ее народу. Ну а если не хотите уважать Россию и выбор нашего народа, то валите на благословенный Запад за белыми тапочками и местом на кладбище. Блондинка, блондинка, светлой лицей в коронакризис. Хотим в Россию, только в Россию.